Исайя 11. Здесь у нас есть пророчество об Иисусе, и это поэтому как раз для нас во время преномнения хлеба. В первом стихе «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветви произрастет от корня Евуа, и почет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия». Это цитируется в Новом Завете. Именно об Иисусе, когда он начинал проповедовать, это вот так цитируется прямо об Иисусе. И видите, как он отрасль от корня Есеева. Кто Есея? Это отец Давидова. И ветви произрастет от корня Евуа. То есть это понятно, что Иисус тогда был буквальным образом сын или потомок Давидова, так как ангел Гавриил сказал, когда явился к Марии, что у тебя будет в чреве ребенок от Бога, и он будет великий, он будет исполнять эти пророчества к Давиду. Он является тот сын Давидова и так далее. Из-за этого понятно, что Иисус в буквальном физическом плане не предсуществовал его рождением, потому что написано, что он отрасль от корня Есеева. И ветви произрастет от корня Его. И что это дает нам в практическом плане? Значит, что Иисус имел вполне нашу человеческую природу. Он не просто вот марионет, он не просто куколь, которая явилась здесь за 33 года и потом убежала обратно к небесу. Он не просто выиграл какую-то роль. Он был на самом деле один из нас. Значит, что когда у нас есть всякие исключения, всякие проблемы в жизни, человек не один, не одна на этом свете. Потому что даже если ты начинал бы, объяснил твоей ситуации, твоей борьбы, твоей беды к человеку, хоть пять часов, хоть весь ночью, хоть весь неделю, вы поговорите, ты не сможешь ему до конца объяснить твоей ситуации, как все произошло, и даже ты сам забыл бы. Вот, ой, да, в этом году так и так случилось, я забыл тебе передать об этом. У нас есть кто-то, который до конца, досконально поймёт до конца нашей ситуации. И тот — это Иисус. И почему Он так умеет понять? Почему? Потому что у Него была точная наша природа до конца. Написано, что Он имел исключение именно так, как у нас. И откуда произойдёт исключение? Яков в первой главе объясняется, что это изнутри человека. Наша природа как-то постоянно предполагает, почему не так, давай делать так, давай покупай тут бутылку, давай укради эту, давай-давай. Это источник, который постоянно как-то действуется внутри, предлагая, предлагая, предлагая. Вот, это было у Иисусы. И зачем мы здесь, чтобы праздновать Его победу? Потому что это была на самом деле победа. Имея такую природу, такие исключения, такой ум, так как у нас, Ноа, не согрешая, всегда он держался. Мы держимся, допустим, 12.06, вчера после обеда держались против исключения, 12.13, попали, 12.21, опять попали, сейчас 40, нет, побеждали, вот держались. У него нет такого, он постоянно. И как он это делал? Ну ладно, только Божий был, конечно, с ним, как Сын Божий. Это, конечно, не какое-то таинство. Как до конца он это делал? Ну, то, что мы знаем, он это делал частично из-за себя, из-за того, что он сам держался. В каждом пункте, в каждом моменте, где мы попали. И поэтому мы здесь спасённые во Христе. Это почему, когда человек принимает крещение, он как-то умирает с Иисусом в воде, это как смерть с Ним, из воды это как воскресенье с Ним. Мы показываем, что да, я вложу руки на Него. Он мой представитель. Я недостойный, я грешник, я грязный, Он чист. И почему именно Он является наш Спасителем? Почему не какое-то козло, какое-то животное, какой-то истукан? Почему? Потому что у Него был до конца наша природа. И в каждом грехе, который мы попали, Он имел, в принципе, тот исключение, но держался против этого. Он поэтому для нас живой герой, на самом деле, один из нас, который сейчас на небесах и вернётся сюда основать Его Царствие здесь на Земле. И мы сможем с Ним участвовать на этом же воскресенье, так как у Него был, из-за тот акт жизни, идентификации с Ним. Итак, Он корня Есеева. Он пришёл от отрасли, от корня Есеева и произрастёт от корня Его. И почутёт на нём Дух Господень, Дух премудрости, разума и так далее. Читая в втором стихе, есть шесть аспектов, тот Дух. Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух видения и Дух благочестия. И вообще почёт на нём Дух Господень. Итак, всего у нас есть, вот так как светильник, семь всего. И Исаия дал тот пророчество во время Езехии и Осирейские в отражении Израильева. И мне кажется, что даже в этом времён было бы возможно, чтобы какой-то Мессиях явился прямо в линии Давидова или Есеева. Но это не получилось. И никто не хотели. Ладно, они шли в плене в Авилоне и вернулись. И опять я считаю, что эти пророчества имели возможность исполнения. Посмотрим вот Захарий. Захария, вот третья глава. Захарий, третья глава, восьмом стихе. Это уже когда Израиль вернулся из пленения. И мне кажется, что была возможность, чтобы какой-то Мессиях, какой-то фигура, похожа на Иисусе, явились бы. Восьмом стихе. Вы слышали же Иисус. Это Иисус, первый священник. И Иерой великий, священник, вот великий. Ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, знаменательные. Вот, я привожу раба моего от Расуни. О том, что мы как раз почитали Исайя 11 главу. Привожу раба моего от Расуни. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. И в его месте написано, что это семь очей, это символ семь духов. Дальше, четвертая глава, в втором стихе Захария. Что ты видишь? Отвечал я, вижу, вот светильник, весь из золота и чашечка для Елеевна, вверху его, и семь лампад на нем. Так как мы видим, читали семь духов на Иисусе. И дальше, в шестом стихе. Это слово Господа к Зороваврию. Зороваврию, он был вот прямо из линии Давидова. И тот же царь, и тот же священник. Я думаю, что он мог бы исполнять всего этого. И опять, вот в десятом стихе. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотреть на строительный отвес в руках Зороваврия? Те семь. Это очейка Господа, которые объемлют Зоровым всю землю. Итак, тот Зоровый, он, его имя даже означает отрасль, отрасль из Вавилона. Он мог бы исполнять то пророчество, Исаия, одиннадцатая, первом стихе, и произойдет отрасль от корня Исиева. Кто это отрасль? Ну, в конце концов, это Иисус. А раньше это мог бы исполняться в этом Зоровый. А почему я вот настаивал на этом? Почему? Потому что мы видим, как Бог как-то открыт с человеком. Он хотел, чтобы его план, его цель исполнялся вот в этом человеке Зоровый. Но из-за того, что это не получилось, тогда, в конце концов, это имел посильнее, побольше исполнение в Иисусе. И этих стихов тогда цитируется об Иисусе в Новом Завете. И в нашей жизни тоже. Вы видите, как Бог, наверное, открыл пьяностую руку. Но к сожалению, монеты исползывали или частично только исползывали. Бог постоянно на работе с нами. Если человек отказался, ну, ладно, он попитается по-другому с этим человеком. Как-то дальше действовать. Мы все здесь не первый раз. И вроде дальше, раньше в нашей жизни Бог предлагал нам дорогу. И мы либо это не хотели, или начинали, отошли от этого. «Но это не до свидания». Он продолжается работать с нами. Предлагал еще раз. Пара год, наверное, мы жили без этого. Потом столкнулся с кем, который, допустим, приглашал на собрание. Или нашли кое-что на интернете или новости, что вот, допустим, кое-что духовности, и опять совесть как-то утронута, значит, что Бог не просто принимает, когда человек сказал бы «нет, не хочу», потому что Он нас любит. Он хочет, чтобы мы, как его дети, пришли бы к Вечности. Он это очень хочет. И мы такие дураков. Он предлагал нам столько, и мы как-то это не приняли. Это ну ладно, это не значит, что до свидания, дорога дальше закрыта, нет, пока человек живой. Бог попытается с человеком действовать и работать, и спасать человеку. И факт того, что мы говорим «да» к нему, что человек пришёл и сказал «да, я хочу креститься, я хочу быть с ним, хотя я такой грешник». Ну ладно, вот, кто сказал «да», представляете, тогда такой радость на небесах, как Иисус сказал, что когда один грешник покается, есть вообще пир там на небесах, потому что все радуются, что человек двигался дальше, он не отказался, он сказал «да», когда большинство в этом мире отказалось, вложили вопросы, накладывал на завтрак и не получилось. А мы, по крайней мере, готовы сказать «да» к нему. Ладно, это очень важно, чтобы Бог дальше действовал с нами. Итак, тот здоровый не хотел. И, ладно, это не получилось, и это всё сейчас актуалом обезусе. А что значит, что почёт на нём дух Господень. В третьем стихе. «И страхом Господнем исполнится и будет судить не по вызгляду очей своих, а не по слуху ущей своих решать дела». Значит, что его дух был открыт к Богу, и дух Господень тогда действовал внутри него. И когда мы принимаем крещение, Бог хочет дать нам дар Святого Духа. Не в том, что мы сможем говорить на языках, исцелять людьям и так далее. Такие чудесы, мне кажется, только в Первом веке. Но это не значит, что дух Господень не действует. Действует и предлагает нам то, что нам страшно нуждаемся. То есть Дух Господень действует внутри человека, на нашем Дух. Это значит, что как мы смотрим на жизнь изменяется. И мы начинаем смотреть с Его глазами и слушаем с Его ушами. Поэтому Он не будет судить в третьем стихе по взгляду очей своих и не по слуху очей своих вращать дела. Почему? Потому что Дух Господень дал ему новые глаза, новые мировоззрения, новый слух, чтобы видеть и смотреть и слышать на жизнь совсем по-другому. Когда люди обращаются к нам с проблемой с алкоголем, например, как я могу удержаться, я это вижу, вот, ой, как я хочу, я там в Максиме увижу, вот, эти бутилки там, вот, подряд, ой, в этом отделении, как я могу удержаться от этого. Нету реально вопросов. Нету таблеток. Ладно. Проблем вот таблеток. Нет, этого нет. Вот. Ребят сказали, ну, давай, мы будем на море, пиво сегодня вечером. Ой, как я могу отказаться? Да, таблеток нету. то, что надо, это новый гущий, чтобы ты это слышишь, давайте, мы будем танцевать, море, пиво сегодня вечером. То есть, что, не хочу, где это будет, я бегу 10 километров вот этого места, вот, смотришь на всякие эти предложения, алкоголь, на Максиме, Максиме или магазины киевские. Ой, как это ужас, не хочу, это ужас, не хочу, это даже смотреть на это. То есть, то, что нам надо, это новый очей, это новый визгляд, это новый абсолютный мировоззрение. И вот, это именно от Бога и от Духа Господень. И поэтому здесь написано, что Он будет судить не по слуху ущей своих и не по визгляду очей своих. Почему? Потому что почет на нем Дух Господень. И Он будет соображать по-другому. Он будет соображать согласно Дух и мировоззрению Господа и не по-своему. И это именно тот Дух, который Бог предлагает нам. И визусть у нас есть нагладный пример, как на самом деле Он использовал всякий Дух Господень, чтобы так быть и смотреть не по-своему, а согласно без взгляд Божьим. И Он так и был. Когда Он встречался с людьми, это видимо, что Он как-то читал их мысли, понял людей до конца. Как это? Разве Бог просто дал ему вот такой возможности знать именно то, что тот человек думает? Я думаю, что не просто так. Я думаю, что Бог так действовал с ним, чтобы Он как-то помог ему сам, чтобы Он чувствовал, так как иногда мы тоже с человеком говорим с ним, а мы интуитивно знаем то, что на самом деле он думает. Иногда это так, что мы сможем как-то читать мысль другого человека, не из-за того, что мы такие умные. Ну, просто так, ты понимаешь, да, ты так не совсем не имеешь в виду, ты так имеешь в виду. А у Иисуса был вот тот клонность, тот способ, который есть в человеке. Бог действовал с этим, дал ему чувствительность, и это ради Духа Господня, и это тоже то, что Бог дает нам. И чтобы мы сможем как-то чувствовать и быть более чувствительны, и понять, как на самом деле речь идет. И то, что здесь написано, это право жизни Иисуса, когда Он был здесь на земле, но тем более наиболее, чем, когда Он вернется, в 4 стихе, Он будет судить бедных по правде и дела страдалцев земли решать поистине и жезлом уст своих поразить землю и духом уст своих убьет нечестивого. Это не так, что Бог будет как-то позволять мир сам себе разрушить. Тот планет, где мы живем, держится. Почему? Потому что Бог дал Аврааму обещание о том, что его потомки будут жить вечно на этом свете, на этом планете. Это суд Божий, что Иисус вернется основать Царствие Божие здесь и вращить всякие бородах здесь. Он будет судить бедных по правде дела страдалцев земли вращать поистине. В 5 и будет припояснением чресло его правда и припояснение ветра его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягником и барс будет лежать вместе козленком и теленок и молодой лев и волю будут вместе и молодец будет водить их. И тоже восьмом и молодец будет играть над нолью аспида и дети протянет руку свою на грязь до змей. Тот ребенок здесь два раза мы встречаем понятие дети народенцев. И помните как мы раньше видели как Бог сказал Иссею что у тебе будут дети они будут дети знаменител на дети знамена и наверное это было бы возможно во время Иссея что вот это относится к его детям они так делали бы но не исполниться потому что Езехия отошел от вера вернулся в принципе к Вавилоне хотел союз верить с ними сказал ладно мы еще 15 лет жить на этом свете я буду угодить себе но это будет в конце концов это говорится как то проклятие которое пришло на мире во время грехопадения Адама и Ева что это уже не будет потому что всякие агрессии между животными между человеком и животными уже не будет это конкретно представление о царстве Божье здесь на земле и так это не совсем так что после смерти мы уходим на небесах и там будем играть гусами и так далее это нет Иисус придет сюда на земле и чтобы исполнять то что Бог обещал даже в адамском саде что хотя всякий это породах пришел он будет это решить потому что тут проклятие не будет дальше и об этом ясно явно написано и что эффект грех Адама в конце концов не будет дальше на этом свете это план Божий после грехопадения Адама и Ева всякое это случилось на этом земле но у Бога есть план и он объяснил тот план даже к Адаму объясняя что будет потомок женщина который будет спасать который будет уничтожать змея и всякие проклятия дальше не будет и это план Божий начиная в быте до самого конца поэтому самые последние слов почти в Библии в Откровении об этом говорится что не будет дальше проклятия начиналось в Иеремском саде всякие красота все идеально вот грехопадение все спускался вот внизу и весь вот цел Божий явился явился до Откровения когда в конце концов этого проклятия уже не будет и мы сможем это понять тогда прямым буквальным образом но это тоже так что это имеется какой-то символический мере потому что пророков в том числе в частности вот Исаия эти дикие животные всегда как-то символизируют этих народов которые окружали Израилу Вавилом Ассур Египет они все написаны здесь так ну звёры как агрессивные злые вот Барс это вот Данил волк лев и так далее а здесь они будут спокойнее они будут вот жить как-то спокойнее никакого страха нету и так здесь говорится о ситуации когда у Израиля не было бы никакого врагов и всякие этих агрессии и так далее уже не будет 9 стихе и будут делать зла и вреда и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей ибо земля будет наполнена ведением Господа как воды наполняет море тот святой горе святой гора это Сиом это Иерусалим это тот гора в Иерусалиме где храм Господний он сказал что там не будет дальше вреда и всегда весь истории Иерусалима весь истории Израильева все хотели захватить именно тот гора это всегда был самый больной вопрос все хотели и до сих пор это спорные вопросы вот арабов страшно хотят именно тот место Трамп в Америке как-то это агитировал сказав что ну ладно наше посолство американское будет сейчас именно там в Иерусалиме не в Таравиве а именно там и все ну начинали спорить об этом то есть это до сих пор горячие вопросы и тут будет вращено что вреда там не будет на святой горе молей то есть Сиом где вот храм раньше был ибо земля будет наполнена видением Господа как воды наполняет море значит что значит видением Господа это не просто значит что людей как-то знают о Боге видение Господа или знание Господа это значит отмещение с Ним представляете как чудесно как-то вся земля будет наполнена видением Господа вот и не будет никакого места где этого нет как воды наполняют море нету дырочки в море где вот воды нету это в море воды везти и это чудесно жить в обществе где каждый член абсолютно каждый член вот любит от всего сердца Господа это чудесно так и жить так и быть и в одиннадцатом и будет тот день коронебезееву который станет как знамя для народов обратятся язычники и покоя его будет слава то есть будет знамя и это тот же самый слов который употребляется когда израил были в пустыне начинали грешить и змеев пришли начинали им уничтожать и Бог сказал Моисею возьми столб и на этом столб положи змея и кто смотрит на этом будет жить вечнее а будет жить и в новом завете Иисус это перетолковал говоря о том что тот знамя тот столб тот знамение тот столб где был этот змея это является прообразом его крест и тех которые смотрели бы на этом жили бы не только временные а вечные а вечные и это Иоанна 3 глава он это объяснил и видимость из Исаии у нас то же самое понятие прочитаю прочитаю от Иоанна 3 главу 14 стихе Иоанна 14 и как Моисей вознес змею в пустыне так должна вознес сыну быть сыну человеческому смысле на кресте дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную Итог вот тот змею который вознес на этом знаме на этом знамение на этом столб является прообразом Иисусом на кресте и здесь написано обратно здесь Исаия 11 главу 10 стихе что всякий народов в смысле язычников к этому обратятся значит что он на кресте будет самый центральный момент для весь мир из-за этого написано опять в 12 стихе поднимет знамя язычникам и я сказал что тот знамение тот столб это какой-то прообразом крест Иисусом и к этому всякие язычниками придут и соберут изгнанников Израилья и из-за этого 13 стихе и прекратится зависть Ефрема это 10 колен и враждующие против Юды будут истреблены Ефрем не будет завидовать Юде и Юда не будет притеснять Ефрема то есть перед этого знамя перед крест мы сможем сказать перед крестом Иисусом всякие зависть прекращается всякие вражда всякие ну завидения когда людей завидуют друг другу это все заканчивается потому что его крест факт того что он умер для нас будет для им самый центральный момент всякие человеческие напряжнения между друг другом всякие человеческие зависть вражда всякие этого месть и так далее всякие этого не будет потому что они все пришли на этом знамя смысле на крест Иисуса и вы видите как это как раз для нас актуален во время предолнения хлеба потому что мы тоже как язычников все пришли сюда к этому знамя в смысле на этом столб на этом кресте Иисуса и перед Иисусом на кресте перед тут ошеломлением о том что он на самом деле мне даже простил он пролил свою кровью для меня что он мне простил это так это точно это актуал у меня впереди и поэтому вечной вечной жизни вау если я так чувствую и ты так чувствуешь всякие зависти всякие вражды между нами абсолютно исчезаются прекращаются сразу потому что мы все как-то в этом ошеломлении о том что он для меня умер что он на самом деле воскрес это все реалом 2000 лет тому назад вот холм возле Иерусалима на самом деле он умер и после 3 дня он на самом деле воскрес и после 40 дней он на самом деле вознес на небесах это все реалом один день в апреле пятница после обеда это случилось вот и это не сказки это не философии вот это не чисто абстрактные это все исторические факты и это вера если на самом деле человек для меня умер человек для меня воскрес человек для меня прорил своей кровью чтобы я получил прощение и вечную жизнь то сразу всякие такие зависти вражда и человеческие проблемы между друг другом как-то исчезается это ни при чем это не играется никакого роли и мы здесь чтобы это праздновать и давайте тогда прочитаем 1 коринфянам 11 23 по 29 ибо я от самого Господа принял то что и вам передал что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив проломил и сказал примите ядите все есть тело мое за вас сломимое все творите в мое воспоминание также и чашу после вечерии и сказал все чашу есть новый завет в моей крови все творите когда только будете пить в мое воспоминание ибо ибо всякий раз когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвышаете так коли он придет посему кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть есть хлеб сего и пьете чашу сей итак давайте тогда помоемся за хлеба очень спасибо тебе огромное за жертвопринещение нашего Господа Иисуса за его тело для нас сломим частям чтобы мы все получили какое-то участие и причастие в нем очень пусть тогда мы будем не только пострадать с ним и не только сострадать с ним а пусть мы будем и тоже жить с ним вечным во веки и веки и веков это наше желание чтобы все то что ты намерал для нас в нем исполняется и пусть это будет мы готовы очень к этому во имя него аминь